Это не шутка и не провокация, это реально жесткая игра. То, что вы сейчас увидите, скорее всего, вам не понравится графически, но до чего же эта игра затягивает? Roger Tail вышел еще в 2014 году, и сами разработчики чертили ее как симулятор смертей. Игра представляет из себя самый настоящий Roger Like с очень слабой прогрессией между заходами и огромным, вот просто огромным простором возможности умереть. Чтобы видео было максимально информативным, я покажу вам режимы игры и часть одного из заходов, в ходе которого вы увидите основные элементы процесса, и после этого по нарезочку смертей я вот по этому таймкоду, который внизу, я расскажу вам свои мысли по игре, общее впечатление и, собственно, что мне понравилось в этой игре больше всего. Итак, начинается из того, что мы выбираем два режима. Первый вариант это сложный, второй вариант казуальный, но я скажу вам честно, на казуальном режиме я уже умер раз 30, наверное, причем прошел достаточно немного, поэтому должен вам сказать, что казуальный это сложный, а вот этот режим это вообще дикий для тех, кто уже наиграл очень много. Отмечу, что в стиме у большинства игроков, которые оставили отзывы про эту игру, у них там по 500-600 часов в эту игру, поэтому вы должны понимать, что в нее наиграть можно очень много. Смотрите, что мы выставляем при начале игры? Характеристики. Их всего 4, они достаточно предсказуемы для тех, кто играл в игры такого жанра, то он понимает, что сила это в основном ближний урон, агилити это ловкость, то есть вороты и дальний урон, харизма влияет на магию и стамена влияет на жизни и прочие эффекты. На самом деле оно влияет на много разных эффектов, но это самые основные такие моменты, на которые оно влияет. То есть в случае с этим сложным режимом мы выбираем, например, что мы качаемся таким образом, выбираем визуал имя и вот здесь у нас есть наследие. Наследие это то, что мы разблокируем по ходу игры. И вот видите, у меня разблокирован до наследия, чтобы их разблокировать, я потратил, наверное, часов 6 игры, наверное, или около того. То есть это очень сложно делается. Если вы, конечно, очень хороши в таких играх, то, возможно, вы быстрее адаптируетесь, но сразу же говорю, что игра суровая. То есть, например, мы выставили все эти настроечки, запустили, мы появляемся. В чем прикол этой сложности? То, что у нас появляется, ну, по сути, по дефолту у нас есть только нот. То есть мы появляемся с вот ценник кинжальчиком, этой банки у нас по дефолту нету. То есть в идеале мы появляемся вот с таким набором и вот видите, что происходит. То есть обычный даже паук может нам нормально накидать урона и нас убить практически сразу же. И у нас нету никаких талантов. То есть вот у нас вообще все пусто. И этот режим на самом деле сложный, но если уже открытое наследие, как у меня, то уже можно более-менее играть. Потому что в абортном случае все может закончиться вот приблизительно вот так. То есть ты появляешься, там напал паук, все, конец. Но я вам не хочу показывать этот режим, потому что он подразумевает очень много добычи разных навыков, я хотел бы показать вам режим, в котором все уже как бы адаптировано и можно играть, но при этом все равно шанс на фидить невероятно большой. Что особенного в этом режиме? У нас есть классы. То есть классы у нас есть воин, лучник, ассасин, паладин, маг и варлок. На этой сложности мы начинаем героем, у которого уже есть стартовые абилочки, стартовые предметы, стартовые таланты. И соответственно им играть уже приятнее. Кроме того, враги медленнее развиваются, ловушки доносят меньше урона. И что интересно, что вещи, которые мы не идентифицировали, можно продать сразу же. Это важно, потому что они для идентификации любой вещи нужно потратить 20 золотых, а в данном случае это можно продавать не проверяя вещь. Соответственно можно зарабатывать гораздо быстрее деньги. Но как видите, у нас не все челленджи открыты. И соответственно не все наследия можно открыть. Например, давайте выберем лучника. Все, что у нас есть, это смотрите, панелька жизней. 9 жизней. Это вот поинты, которые мы расходуем на удары и на, ну, вот эти вот выстрелы, магию. Также на то, чтобы, например, разбить какой-то ящик, там и так далее. Также у нас есть вот наши скиллы. Скиллы у нас, ну, у этого героя, например, всего один. И, по сути, мы их особо-то и не докачаем. То есть в этой сфорности у нас все максимально примитивно, но зато адаптировано, чтобы мы прошли подальше с дефолтными вещами. Так, у нас вот есть характеристики, есть резисты, есть опыт, голод и жажда, и все. По сути, ну, еще есть интересно вот то, что, ну, есть инвентарь классический. Тут, кстати, необычные кнопки, поэтому, если что, я в конце видео оставлю кнопки. И есть вот такой вот инструктаж, такой вот, если вам будет интересно почитать, то есть вы вот по этому описанию уже видите, что здесь все очень серьезно. И на самом деле в игре есть чем заняться. А это вот герои, которые у меня умирали. Я вот уже умер 31 раз в этом режиме с этого аккаунта. Так что, да, и при этом я прошел не очень там много, на самом деле. За часов, не знаю, 8 или какого-то. Так вот, мы начинаем, мы двигаемся по клеточкам. То есть мы двигаемся левой кнопкой, можно, наверное, и хоткеями, но кнопкой, ну, это, я скажу, с мышки удобнее. Мы, например, используем наш скильчик. Это единичка, то есть я уже буду достаточно быстро играть, чтобы не тратить времени на лишние манипуляции. То есть мы вот там разбили противника, мы можем его залутать, забрать какую-то травочку и в целом бегаем, отстреливаем. То есть вот вначале обычно мы деремся с этим самыми противниками. То есть они не используют особых каких-то навыков, они просто пытаются до нас добраться. У нас уже герой, благо, одет более-менее. То есть у него есть уже шлем и броня. У него не хватает наплечников, перчаток и наручников. Поэтому все это дело мы еще будем собирать. Но наша цель какая? Наша цель полностью пройти локацию. То есть по возможности все, что можно по это, поубивать, пооткрывать, то есть всю локацию изучить. В данном случае, например, мы разбили могилу. С этой могилой можно было бы найти какую-то хорошую еду. Или можно было бы найти призрака, который нас бы убил. То есть тут зависит от того, насколько мы хотим рисковать. То есть в принципе можно бегать достаточно вальяжно и просто убивать врагов, качаться и чувствовать себя неплохо. Но с другой стороны, для более поздних этапов игры, конечно, желательно, чтобы у нас было, ну как бы вооружение было неплохое. И, собственно, наш, ну, чтобы герой был готов к сражениям. Так, вот, например, хороший щиток. Заберем его с собой, возможно, продадим. Вот эта ловушка, одна из ловушек. То есть мы можем ее просто разблокировать правой кнопкой. И, соответственно, она дает немножечко опыта. Тут опыта нужно немного для повышения. То есть, по сути, да, там, 6-7 уровня можно прокачаться быстро. Но я вас уверяю, что если вы вот будете просто первый раз в это играть и, ну, как бы попытаетесь своими силами, то вот я, например, вот от этих вот небольших каких-то монстров сначала умер раза 3-4, пока не разобрался, как это все работает в лучшем виде. Особенно, если вы будете играть в режиме более хардкорном, то там, конечно, вам обеспечен фид поначалу. Так, вот этот противник. Вон, видите, у нас там какой-то арбалетчик настреляет. Ну, этот герой реально приятный. Плюс я за него уже побегал немало, поэтому я уже привык к динамике. То есть у него еще есть топорик. Можно вот здесь что-то достать и немножко подбиваться. Видите, вот... Так, что происходит? А, это бывает такое, что вот я классовал, она считала, что я классаю для отдыха. На самом деле я хотел ударить, но просто есть по себе классное, что можно отдыхать. Но для этого нужно выпить воды, съесть еды. И вот видите, мы отдохнули, соответственно, все восстановили. На самом деле в этом жанре, ну, вот таких вот двухмерных игрушек, много игр. Я много тестил, но я большинство из них закрывал, наверное, минут через 5-10. А здесь же, здесь я реально вот уже немало наиграл. И, ну, я от души скажу, что вот играется интересно. Даже несмотря на страшный визуал, то... Ну, и, собственно, функционал игры в принципе вот именно с позиции, там, например, скиллов не такой насыщенный. Но настолько много разных вариаций того, как я уже умер, что это бросает вызов, знаете? В плане того, что бывает сам ошибаешься. Бывает игра преподносит какие-то невероятные вещи, которые просто не укладываются в голове. На самом деле, ну, вот, эта составляющая, она и делает игру очень интересной. На самом деле, то есть, она бросает вызов. Если вы любите хардкорные игры, то я думаю, что вы тоже можете засесть на нее капитально, поскольку игра дарит такую возможность. Это на самом деле интересно. Вот мы так потихонечку продвигаемся. То есть, пока наша цель какая? Мы весь этот данж должен зачистить. Соответственно, мы ходим, аккуратненько пытаемся не умереть при этом. Мы можем отдыхать на месте прямо. У меня герой не сильный, поэтому, видите, он могилу ломает достаточно медленно, например. Поэтому я часто просто их не ломаю, поскольку, во-первых, с них появляются призраки, которые могут запросто убить нашего героя. Во-вторых, как бы на поломку этих вещей достаточно много времени уходит, поэтому не всегда это имеет смысл. Вот если бы мы играли сейчас в режиме хардкора, то вот такие костры, например, позволяют изучить навык. Еще есть, например, мишени, по которым можно стрелять, еще есть камни для изучения магических навыков. Соответственно, ну, если в данном случае у нас уже все более-менее прокачено и у нас есть какая-то база, то в случае с тем режимом нам бы пришлось все это выкачивать. Также, как видите, у нас на каждой вещи есть определенные резисты, есть бонусы за сет. Если собираешься в 6 вещей одинакового типа, то у нас появляется бонус, например, какие-то чеки, в данном случае, например, на убеждение, они пытаются реролиться. То есть, если у нас, например, не прошла проверка на убеждение, то она пытается заролиться, и то есть шансы, что мы пройдем проверку на убеждение гораздо выше. Ну, не всегда есть такая адекватная возможность собрать этот самый себе сет. Поскольку порой вещи встречаются хорошие, не сетовые. Но я сейчас покажу вам, когда до магазина доберемся, то я вам покажу, как это работает. Пока просто пытаемся их убить, параллельно отхиливаемся и, собственно, вот продвигаемся. На самом деле, когда вот я играю уже сейчас, после всего того времени, что я наиграл, то геймплей выглядит максимально быстро. То есть, я вот на самом деле там хоп-хоп прочекал, так ловушка понял. Причем интересно, что ловушки я вроде прочекиваю часто, но очень часто бывает, что они, ну, они не видны просто-напросто. И выходит, что ты вроде чекаешь, постоянно чекаешь. Но, к сожалению, к сожалению, они всегда не определяются. Так, я просто хочу вам показать, насколько быстро проходит сейчас геймплей, если ты играешь вот просто как уже, скажем так, на опыте. В плане того, что тебе достаточно там бегать, потихонечку чекать. Ты бегаешь и ищешь врагов. То есть, вот это начало, сейчас пятый уровень, это вообще очень быстро пробегается. Если первый раз я достиг десятого уровня, там, не знаю, десятой попытки, наверное, или там пятый, десятый, то вот сейчас уже, то есть, уровень до десятого я дохожу легко, а потом начинаются уже какие-то невероятные ситуации, которые бывают просто могут свести с ума. Вещи некоторые поломаны, некоторые не поломаны, все они находятся не идентифицированные, поэтому, чтобы их определить, нужны деньги. Поэтому, как раз я и говорил, на сложности, которая посложнее, то там вот эти вещи неопределенные нельзя продавать, поэтому это, на самом деле, очень большая разница. Тут по данжу встречаются противники, которые все имеют разные расы, и вот разные расы между собой сражаются. То есть, например, бывает, встречается какая-то толпа орковая, они все бегут его убивать, но если там, например, есть орк, демон и какие-то еще существа, то они в основном берутся и между собой, то есть, этим можно пользоваться спокойно и чувствовать себя абсолютно комфортно по этому поводу. Так, у меня, видите, вы выбили лук из рук, это был дизарм эффект, то есть, разоружение, мы забираем из себя обратно эти вещи, то есть, соответственно, у нас они возвращаются в сумку, и вот у нас, видите, первый тип вооружения вернулся обратно в руки. Так, эти враги легкие, их можно просто убивать вот таким образом. Видите, уже седьмой уровень, то есть, на самом деле, играется бодренько и быстро, но очень быстро набирается сложность. То есть, например, первый данж, он не меняется по сложности никак, то есть, у нас тут везде плюс-минус не сильные противники, то есть, мы бегаем, мы так качаемся, качаемся, и, ну, это хорошая возможность для того, чтобы нашего героя поднять, и потом, когда мы пойдем в город, точнее, не в город, а когда мы пойдем сдавать миссию, точнее, когда мы зачистим полностью этот уровень, то у нас появится возможность обнулить данж. То есть, все это процедурная генерация, и, соответственно, у нас, ну, вот этот данж полностью рандомный. Абсолютно и полностью. То есть, бывают какие-то уникальные вещи генерируются, бывают какие-то казематы, бывает, что, ну, там может заспавниваться куча проходов, может заспавниваться локация вообще. Вот я пару раз было, что спавнивалась локация вот такого размера, и это весь данж. То есть, ну, вы должны понимать, что рандом полный, и вот поэтому это сильно влияет на игровой процесс. Давайте сейчас как-то сместим. Ну, эти банки, если честно, ну, и свитки, они зачастую не стоят того. Так, видите, вот он мне уже пытается там накидать урона, поэтому желательно сейчас аккуратненько спрятаться. Так, я голодный или жажда у меня. Но отдыхать не хочет, потому что враги рядом. Ну, ждем, сейчас враг придет, должен прийти. Фух. Вот видите, то есть, эти ситуации происходят постоянно. Ты где-то немножечко расслабился, где-то поспешил, где-то просто не повезло. И в итоге происходят вещи, которые могут тебя спокойно убить. Так. Вот эти вещи, они имеют разные эффекты, на них можно очень запросто умереть. Давайте я стану на одну из них. В данном случае она просто телепортирует. Это еще хорошая версия. Она опять же может телепортировать в какое-то логово противника. Ты такой счастливый, бежишь там, прокачанный, с кучей золота, ждешь, что сейчас вернешься с этого данжа, пойдешь убивать сильных противников, зачаровывая все вещи, а потом ты попадаешь в такое место и просто-напросто можешь умереть на ровном месте. Это неприятно. Это реально неприятно. Давайте качем еще силу. Свидетель, это уже 8 уровень. Это достаточно большой уровень. Как мне рассказывали, что, не знаю, возможно, игру фиксили по сложности, но... Но... Раньше даже гайд писали про то, как добраться до 10 уровня. И это не шутка. На самом деле, если вы играете первый раз, то это будет сложно. Это будет поначалу сложно, но... По мере того, как идет привыкание, и уже ты начинаешь аккуратнее играть, то, соответственно, конечно, шанс увеличивается. Так, давайте мы уже... Вот, дают 20 опыта. Значит, что мы зачистили эту локацию, можно возвращаться в город. После возвращения ко входу мы попадаем вот в такое место, которое, по сути, именуется городом. И у нас есть, смотрите, какие опции. Первое. Продать предметы. То есть, в данном режиме мы можем продавать неопределенные вещи. То есть, в данном случае, давайте продадим... То есть, вот наше золото, 193. Например, продаем щит, вот эта вещь. Пам-пам-пам. Какую-то травку можно продать. Свиток. Ну, хотя, свиток давайте определим ради интереса. Хорошо. Дальше у нас есть режим крафта. Крафт, это мы крафтим из ингредиентов, которые мы собрали. В данном случае, например, мы собрали какой ингредиент. А мне кажется, вообще ничего есть. А, мы собрали вот эту схему. То есть, мы собираем. Видите, у нас пишет, что мы вернули какую-то схему. Написано, что мы собрали за всю игру. И из этого всего нам показывают, что можно сделать. Тут, поначалу, в основном базовые вещи. Но все же можно себе скрафтить что-нибудь, чего нет, например, в продаже. Или что-нибудь, что нам нужно. Это, что касается крафта. То же самое, в принципе, мы можем здесь... А, вот еще одна вещь, да. По ремонту ремонтируются вещи, которые поломаны. Это, в основном, поломанные вещи. Они так и подписаны. Но я ничего такого поломанного не собирал. Поэтому, по сути, здесь ремонтировать нечего. Идентификация. То, что я говорил. 20 золотых стоит. То есть, мы, например, берем этот ситок, определяем. Читаем описание. То есть, встревает какие-то грибы, я так понимаю. Может вызывать цепную реакцию. Ну, такая опция. Неплохая. Но мы можем это все продать сразу же и получим 200 монет. И вот, собственно, самая интересная вещь. Это энчант. Например, мы берем наш лук энчантим. В данном случае нам что предлагают? Добавляет D3 спелл демеджа. D6 фрост демеджа. Или там вот шанс ослепить. Давайте возьмем D6 фрост демеджа. Теперь этот лук будет гораздо сильнее. Ну, гораздо сильнее. То есть, вы понимаете. У него урон D3 плюс 1. А будет D6. Это очень круто. Реально. Это баф, который я почти всегда сразу же накладываю. Потому что очень сильная вещь. То же самое можно делать и с предметами. Например, вот кольцо. Так. Увеличивает шансы крита. Увеличивает харизму. Или иммунный парализм. Давайте увеличим шанс крита. То есть, и вот так вот мы постепенно, постепенно все эти предметы можем зачаровать. И они будут иметь гораздо больше бонусов. Еще очень круто, что можно увеличить таким образом количество жизни. Потому что жизни очень мало. И часто какие-то родственные события съедают там 10-15 жизней. И как раз они спасают в данном случае вот таких ситуаций. Эти самые бонусные хпшки. Смотрите, можно диспелить магию. Можно лечить болезни. И можно отдохнуть. После отдыха у нас восстанавливается, во-первых, жизни и голод. Во-вторых, у нас ассортимент в продаже меняется. Соответственно, он становится лучше. Или просто новый потом. Ну, мы можем купить что-то новое, чего не было раньше. Здесь у нас есть, смотрите. Здесь есть продажа брони. Продажа оружия. Щиты там разные. Амуниция. Также есть камни. То есть мы можем почитать, например. Если мы не нашли ничего сами по дороге, то мы можем купить это здесь. Здесь все определено. То, что мы находим по дороге, оно не определено. Мы можем на свой страх риск одеть. Но бывают такие минусы, которые вообще никак не снимаются. То есть ты вещи делаешь, снять ее не сможешь. Например, там, не знаю, утроение потребления еды. И все. И ты уже должен с этим жить. То есть, ну, те, кто играл в слоуншард, понимают, о чем я. Ну, там хотя бы их можно снять. Здесь, по сути, разве что диспейл можно каким-то снять, наверное. А так, по сути, больше других опс нет. Собственно, есть еда. И вот все. То есть, вот таким образом все проходит. После того, как мы все сделали, мы выбираем функцию Reset Dungeon. Я готов. Reset. И мы выходим уже в новой локации. То есть, видите, у нас здесь уже новые противники. Соответственно, мы повторяем процедуру. Постепенно появляются разные миссии. И в этих миссиях мы проходим дальше по сюжету. Можем от них отказаться. И таким образом наша цель просто качаться. Если говорить про впечатление от игры, то мне она однозначно понравилась. Прям реально вот зашла. Я очень оценил, что игровой процесс быстрый. И даже умирая бесчисленное количество раз, не возникает у тебя чувства такого, что куча времени ушло в никуда. То есть, ты постоянно в динамике. Ты умер. Ладно, окей. Еще потрачу 5-10 минут. Доберусь до того же места. Пробую еще раз. То есть, это добавляет игре интереса. И она держит в напряжении постоянно. То есть, ты постоянно хочешь пробовать еще раз играть. Пройти дальше. Пройти то, что не смог пройти до этого. В подборке смертей, большинство моментов, которые я вставил, это сильные выпады от врагов. То есть, какие-то там в основном физические эффекты, удары сильные. Или там какие-то криты. Но вообще, в игре ловушки и разные эффекты от действий врагов тоже очень сильные. И были случаи, что, например, ты бегаешь, бегаешь, чувствуешь себя всесильным. Куча золота, все супер шикарно. Думаешь, все, пройду игру точно. А потом 3 секунды, и ты уже выбираешь нового персонажа. Такие случаи на самом деле были. И оно здесь воспринимается легче, чем в том же Стоуншарде. Где ты до того же данжа должен пробежать, например, не знаю, 10-15 минут. И если ты умираешь там, ты понимаешь, что тебе нужно опять же это время бежать до данжа. И терять это время. То есть, ну, это не только Стоуншарде. Просто имею в виду к тому, что не все игры сделаны так, что играется легко. И даже смерть воспринимается приятно. Что касается максимального уровня, то есть того, что я видел, то он 20. И на 20 уровне, так понимаю, начинается самое там мясо. Там очень сильные противники, боссы там. То, что я сейчас показываю вот в этом видео, то я так понимаю, что это просто детские шалости. По сравнению с тем, что будет происходить позже. Но я пока что доходил максимум до 13-го. И должен сказать, что игра постоянно подбрасывает возможности для того, чтобы знатно нафидить. То есть есть и миссии, в которых враги очень хитро расположены. То есть так, что ты выходишь, тебя сразу же начинают расстреливать. Есть противники с разгоном, которые подбегают к тебе, сразу же начинают вносить кучу урона. Или, например, с эффектами, например, яд или воспламенение, которые сразу же начинают там в каждый ход 3-5 жизней твоих есть. И если ты не среагируешь вовремя, там даже один ход протупишь, то все, ты умер. Ты реально умер. И на самом деле в игре более 400 ачивок. И я вот за 9 часов игры, которую я наиграл сейчас, открыл только 3. Понимаете? 3 из 450 или около того. То есть в этой игре еще целая вселенная контента, которую я даже не видел, но она уже мне нравится. Реально хорошая игра. Я не исключаю, что если будет особо хороший заход или смогу пройти игру, то еще загружу видео, чтобы вы могли посопереживать мне и увидеть более поздний игровой контент. Но резюмируя, потому что я его сейчас увидел, то игруха в своем жанре очень достойная. Если древняя графика вас не оттолкнет, то смело покупайте или качайте. Я думаю, что вам понравится, по крайней мере, вы немножко подгорите, если вы такое любите, то я думаю, вам зайдет. И если у вас есть на примете похожие игрушки, которые вам очень понравились, то обязательно делитесь названиями в комментариях. Я бы с радостью пробовал что-нибудь еще похожее. Может, обзорчик бы тоже сделал, если понравится, конечно. На этом все. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте делиться своими впечатлениями от ролика в комментариях. И ставить лайки или дизлайки, там уже как вам больше нравится. Все, до скорых встреч, обзоры будут скоро. Жду вас в новых видео.